КНР и Франция решают общие задачи в области зелёного и цифрового развития. Китай привлекает компании из Европы надёжными цепочками поставок. Жители китайских деревень удивляют туристов фермерскими домами и фестивалями. Поднебесная восстанавливает авиасообщения с десятками стран и регионов мира. Французская транснациональная компания работает в КНР с 1987 года, а её бизнес охватывает более 300 китайских городов. Так, на заводе в Шанхае автоматизированные производственные линии работают 24 часа в сутки. И, как подчёркивают руководители предприятия, это не вредит окружающей среде. У нас три подхода к зелёному развитию. Мы стремимся полностью электрифицировать энергопотребление, увеличить долю возобновляемых источников энергии и использовать больше цифровых технологий для повышения энергоэффективности. Система «Эксперт» по мониторингу мощности – одна из таких технологий. С её помощью можно анализировать потребление энергии в каждом секторе производства в режиме реального времени. Благодаря расширению возможностей в области цифровых технологий, мы в совокупности можем сократить выбросы СО2 на 2400 тонн в год. Китайское правительство стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В компании планируют добиться таких результатов на 10 лет раньше. За первые 10 месяцев прошлого года рост товарооборота между Китаем и Евросоюзом превысил 6% в годовом исчислении. Эксперты уверены, что сейчас у страны есть все предпосылки, чтобы стать хорошим деловым партнёром для зарубежного бизнеса. В Китае сейчас политическая стабильность. Он не агрессивен по отношению к другим странам. Более того, китайское правительство очень дружелюбно относится к иностранным предприятиям. А еще Китай обладает самой полной промышленной цепочкой в мире. Это привлекает компании из Европы. Они все чаще выбирают КНР для расширения своего бизнеса. Среди них немецкое предприятие, открывшее производство в провинции Гуандун. Там выпускают приводы и пульты дистанционного управления, состоящие из китайских компонентов. В прошлом году Китай стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, а среди торговых партнеров КНР и ЕС остался вторым. И, по словам экспертов, бизнес между Китаем и Евросоюзом будет только крепнуть. Жители деревни Мао Цяо, одни из первых в Китае, начали развивать сельский туризм. С 2006 года они активно привлекают отдыхающих и знакомят их с местными пейзажами и образом жизни. Мой сын любит бывать в сельской местности. Каждую пятницу он просит меня свозить его в деревню на свежий воздух. Нам нравится приезжать с детьми в спокойное место. Мы не любим находиться там, где многолюдно и шумно. Позднее жители других деревень в дельте реки Янзы тоже начали расширять туристический бизнес. Выделиться среди конкурентов стало все сложнее. Чтобы привлечь внимание путешественников, в 2018 году в деревне Мао Цяо провели реконструкцию. Там построили современные объекты, кемпинги и фермерские дома. Стали чаще проводить красочные фестивали. Мы проводим фестивали во время цветения персиков, груш и рапса. Гости в восторге от великолепных пейзажей. Сейчас наступает жаркий туристический сезон. В этом месяце мы готовы принять до 60 тысяч человек. В Мао Цяо проживают чуть больше тысячи человек. Десятая часть работает в сфере туризма. Среди них Чэнь Дзянь Мин. Мужчина разводит черепах и продает их отдыхающим. Туристический бизнес в нашей деревне развивается. Все больше людей приходит на мою небольшую ферму, чтобы купить черепах. Реконструкция привлекла множество путешественников, что позитивно отразилось на доходах местных жителей, занятых в отрасли. Благодаря туристам они зарабатывают в среднем 18 тысяч юаней в год в сверхобычной зарплаты. Китай за прошлую неделю выполнил более 2000 международных пассажирских рейсов. Это почти в 4 раза больше, чем совершалось еженедельно до снятия основных антиковидных ограничений. Китай восстановил авиасообщение с 58 странами и регионами, что составляет 80% от уровня 2019 года. Летом и осенью авиаперевозчики планируют значительно увеличить количество международных пассажирских рейсов. Так, около 30 китайских и почти 90 зарубежных авиакомпаний будут еженедельно совершать более 5000 перелетов между Китаем и другими государствами. Всего в списке насчитывается 62 страны и региона и 123 города.